Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет экстренное видео-покупочка лошадок в последний день ярмарки со скидками перед обновой. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Starstable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Starstable Online, в том числе и рус-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Да, да, я вышла с отпуска и дел было так много, что я потерялась во времени, я просто не успевала сесть и снять видео с покупочками лошадок. Поэтому сегодня мы взяли нашу весеннюю ватрушку Исландика, которую я покупала уже, получается, несколько лет назад. Хотя, по моим ощущениям, это было как будто бы только вчера. И несемся, несемся на всех порах покупать лошадок по скидке. Покупать я буду немного, так как у меня меньше 2К СК и несмотря на скидки, я планирую купить только исландца. На самом деле, сейчас я планирую купить себе именно исландика светло-серого, которого перенесли из приложения в игру. И как бы упустить его шанс купить его по скидке спустя столько лет, иначе я никогда его себе не куплю и не покатаюсь на нем зимой по снегу. Так что, да, у нас сила лошадки, ярмарка уезжает уже сегодня. Я, да, последний день, все как всегда, все как всегда, надо везде все успеть. Вот, и мы приехали конкретно за вот этой паусей, вот этой плюшечкой. Ух ты, боже мой, какой ты красивый. Как же, давно я тебя хотела. Главное, у меня есть светло-серый исландец старого поколения, второго, точнее, второго поколения. Вот, который стоит примерно столько же, чуть подешевле, по-моему. Вот, но сегодня, что здесь детиска, скидка практически 50%, чуть поменьше, по-моему. И я хочу его купить. Прическу не меня, я очень люблю его настоящую родную стрижечку. И у меня это будет... Погодите, ватрушка кобыла? А я хотела, чтобы ты тоже была кобылка. А мальчика исландеца у меня нету, да? Ну, ничего страшного. Мы, значит, купим сейчас кобылку, а зимой, видимо, купим жеребца какого-нибудь исландца. Потому что я очень хотела, чтобы это была кобылка. Я знаю даже, как я ее назову. Ну, предполагаю, предполагаю. Она будет. А, ну, понятно, да. Снежная. Почему, когда я в кой-то веке хочу взять имя для кобыл? Этого имени вдруг резко нет. Сказочное, скромное. Везде есть Ая. Кстати, славная. Нет, у нас в два раза славный. Сладкая. Цовиная, соколиная. А где? Следящая, снежная. Что такое? За что? Я не хочу называть ее на английском языке. Это не та порода, в которой я бы хотела именно такое красивое англоязычное имя. Ну, ладно. Допустим. Да, 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 да. Во, мне даже нравится душка. Мы, конечно, сейчас что-нибудь еще посмотрим. Но... Душка. Душка мне уже нравится. У нас будет весенняя ватрушка и снежная душка. Это очень смешно. Миледи, милашка, модница, молния. Нет. Нежность. Насмешка. Оттепель. Снежная оттепель. Нет, не хочу. Нет, осьминожка. Мне кажется, очень много имен завезли новых. Но при этом, опять же, проблема с окончаниями. Покровительница. 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 Полумрак. Принцесса. Снежная принцесса. Кстати, такое очень миленькое имя. Ресничка. Речка. Свежесть. Снежная свежесть. Не, С не хочу. Не хочу. Чтобы СС было. Травушка-то-то-то. Нет. Что-то прям ничего не понравилось. Поэтому, ну, так. Снежная душка. Точно? Точно? Ты будешь снежной душкой? Ну, какая же она хорошая, не могу. Так, ладно. Все, Даша, соберись с духом. Ты так уже... Сколько исландцам? Уже три года? Точно. Да? Но больше явно двух лет. Если уже не четыре года. Надо будет посмотреть. Я чувствую, я испытаю шок, когда увижу дату их выхода. Так, ладно. Взрослая кобылка. Исландская лошадь третьего поколения. Снежная душка. Да. Окончание опять. Что б тебя? Ой. 49 старкуинцев. Мне, конечно, хватает. Так что покупаем. Господи. На, я хотела бы купить тебя зимой. Чтобы ты была в снегах. Такая вся в согробе. Ну, боже мой. Но твоя скидка началась именно сейчас. Так. Отправить на конюшню. Я не изменяю своим привычкам. Я всегда вот в таких покупках отправляю лошадку. Наконец-то. Так. Ура. Все. Мы купили. Мы купили. На этом аккаунте. Эту исландскую лошадку. Сейчас мы быстро глянем, что у нас еще. По лошадкам. Ну, в принципе, я очень хочу себе какого-нибудь пейнта. Причем, чтобы вот были большие пятнышки. Большая такая крупная пегость. Ну, практически как вот гроза. Но не гроза. В принципе, мне вот эта лошадь очень сильно нравится. Я бы ее сделала, наверное, на какую-нибудь. Вот такую вот. Вот с такой пультюбург. Солнышко. Ну да, я согласна. Семь утра. Это спать охота. Вот такую прическу сделала. Ну, что-то как-то меня прям держит. Хотя я очень сильно хочу. Мне очень нравится много пейнтхорсов. И у меня такое чувство, что я, если бы могла бы с легкостью, купила бы всю породу. Кстати, да, тут у нас баг происходит, что если вы делаете стрижку, он сам делает ракес. Непонятно почему. Мне вот этот нравится пеги. В Хэллоуин. Вот это вообще моя скелетоновская любовь. Прям скелетик такой. Вот этот пеги. Да смени прическу на нормальную какую-нибудь, пожалуйста. Вот этот пеги очень красивый. Он у меня есть на доп-аккаунте. Вот это симпатяшка. Вот это у меня есть. Вот эту симпатяшку тоже можно было бы купить. То есть, по сути, мне нравятся абсолютно все масти. Кроме вот этого. Нет, сама масть мне нравится. Я очень не люблю тигровые вот эти вот полосы. Нигде. Ни на теле, ни на коленках. Но вот в редких случаях, когда они практически не бросаются в глаза, я тогда могу купить лошадку. Вот. И мне не нравится отметить на моське. То есть убрать вот эти вот полоски. Брать вот эту странную отметину. Сделать фонарь на весь лоб. Или вообще любую. Но не вот этот вот ручей по глазам из слез. И я бы ее купила вообще 100%. Нравится оттенок масти. Вот это да. Это есть. Вот это тоже очень симпатичное. Мне нравится. Хотя она не такая уж и сильно пегая. Ну, грозу, вот честно, вообще не хочу на основной аккаунт. Вот этот. Нет. Нет. Не-а. Идея, конечно, классная. И вообще масть прикольная, что он весь такой беленький, беленький, беленький. И вот ушки и попочка такая вот. А-ля в молоко капнуло шоколадом. И у него еще, по-моему, ободок. Да. Ободки вокруг глаз. Ну что ж, какой хорошенький, хорошенький, но не моего вкуса. Вот так что, по сути, да, вся пара мне нравится, но сегодня... Не знаю. Так, Финхорс. Финхорс мне не нужен. У меня их два. Мне достаточно. У меня есть два Моргана. Вот эти вот два первых. Господи, Вороная, по-моему, с Геном Сильвер и Изабелла. Да, мне больше никаких Морганов. В принципе-то и не надо было бы. Хотя, Вороной красивый. И вот этот красивый. Но куда мне? У меня три Моргана. Он низкая лошадка. Я не так часто на низких лошадках катаюсь. Аполлуза. Вот очень сильно хочу Аполлузу, но не из этих. Аполлуз. Хочу другую. Абсолютно совершенно другую. Ее здесь, к сожалению, нету. Как я говорила, это Аполлуза Галактика, которая продается в Форд Пинта. Которую все путают почему-то вот с этой мастью. Хотя, вот, меня очень часто спрашивают. Вот эту, да? Я говорю, нет, не вот эту. Я хочу Галактику. Галактику из Форд Пинта. По сути, точно такая же, только здесь нету белых вкраплений. И большие пятна на попе, как вот эти вот. То есть, такое что-то среднее. А именно из оригинальной Аполлузы породистой. Не знаю, честно, не хочу. Или хочу. Что-то так сложно-то. Вот эта очень тоже красивая. Вот эту я бы на какой-нибудь аккаунт купила. Не знаю, правда, на какой. С очень длинной гривой. Вот такую вот призрачную. Прям очень красивая. Она реально на призрака похожа. В самом лучшем смысле. Ну, они все симпатичные. Но вот для основного аккаунта, вот, хочу Галактику. А Галактика, она и без скидки продается. И вот эту красивую тоже. Так что, Аполлуза, пожалуйста, простите. До свидания. Голландское пони даже не рассматриваем. Она не подходит. Фьорд. У меня есть один фьорд основной какой-то. И у меня есть два магических хэллоуинских фьорда. Поэтому зачем мне еще один фьорд. Тем более, что, к сожалению, лошадка уже совсем не актуальная. Мало кому интересная. То есть она нам уже не подходит. Ну, как? Ну, мало кто ее берет. Она уже там еще одна новая не может носить. По-моему, только вот конкурная. Грустно, конечно. Вот. Но чувствую, когда-нибудь их тоже обновят. И вот там уже должны будут быть красивые плюшевые лошадки. К нам струпер. Я вообще в шоке, что он, оказывается, барочная лошадь. Мне, когда знакомая сказала, мол, что там Кнаба на какие-то соревнования. Она такая, так он же барочный. Я говорю, серьезно? Я что-то вообще забыла? Я историю даже ни разу не читала? И я посмотрела фотографии этой породы в реальной жизни. И, о боже, он реально барочного типа. Почему он здесь похож на что-то совершенно другое, я не понимаю. То есть даже если поставить Андалуза и Кнаба, ну, мало что у них общего по внешности, кроме самого тела. Вообще, я всегда считала, что Кнаба такая рабочая вестернская, полувестернская какая-то лошадка. Учитывая то, какие у него масти в игрушке. Вот, кстати, вот такую вот именно Аполлузу я хочу только вот без этих пятнышек на ногах. В общем, Кнаб мне никакой не нужен. Хотя вот этот очень красивый, такой же, как в цирке выступает. Помогите, ну, я не знаю. Я бы купила его для коллекции, потому что, ну, классная масть. Но у меня есть уже Кнаб. А сколько он 750 стоит? А сейчас по скидке 400. Ох, тяжела моя нога. Тяжела моя. Тяжела. Тяжелый выбор. Так, ну и, в принципе, это все. То есть здесь всем представлены лошадки. Прямо тут на продаже. И я не знаю. У меня Морган столько вопросов не вызывал, сколько вот этот вот именно цирковой Кнаб. Давай посмотрим твою анимацию. У тебя еще старые шишки, нет? А, не, у тебя шишки новые. А с какого у нас, с какой породы у нас начались новые шишки? У меня такое чувство, что у тебя должны быть старые шишки, нет? Ну, видимо, нет. Так. Красивый шаг. Вполне симпатичная рысь. Ну, вот именно с начальными породами третьего поколения. Легкий голоп. Голоп. Быстрый голоп. Такой прям старичковый такой. Смешной какой. Ай, ну что, ну ты прям очень шикарный, я хочу тебе сказать. У меня на тебя есть какие-то планы. Где-то там, глубоко в голове. И как бы, почему бы и нет? А почему бы и да? Так что, дружок, у тебя счастливый день. Ты едешь сегодня со мной. Вообще неожиданно, правда. И ты будешь жеребцом. Взрослый. Аккуратная умничка. Ты будешь... Ты будешь... Я не знаю, кем он будет. Стрела. Страйдер, струна, струя, стужа. Я не знаю. Кто ты? Кто ты? Скакун. Сказка. Сердце, серебро, секрет, свистунья, свет. Ну, он должен быть явно мальчиком. Очень хочу. Самоцвет? А какой? А какой? А какой? А какой ты самоцвет? Гранатовая, грациозная. Грациозный самоцвет. Грациозный. Грациозный. Ой, господи. Когда-нибудь, я надеюсь, я доживу до тех лет, что мне в ССУ будет уже абсолютно все равно на то, какое окончание. Но пока что, извините, буду бомить. Грациозный самоцвет. Кнап. Да, хочу, 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 хочу именно такую лошадь, взрослый, кнап струпер третьего поколения, взрослый, жеребец, грациозный самоцвет. Тут 400 СК. Господи, можно все такие, можно такие цены на всех лошадей в ССУ, пожалуйста. Так, мы покупаем. Мы покупаем. Привет. Господи, какой ты классный. Нет, Даша не купила себе Чубарова полуза. Она купила себе Чубарова такого доматинца Кнаба. Отправить на конюшню. А кто знал? А кто знал? И я не знала. Так что все. Мы купили себе на основной аккаунт лошадок. Я думаю, видео с покупочкой лошадей на доп. аккаунты тоже сейчас же, но как бы чуть попозже будут выходить уже после того, как ярмарка уедет. Потому что выпускать, допустим, три видео в один день не особо хочется. Так, зачем я бегу в Морланд? Я так часто захожу на доп. аккаунты с Бес, точнее, с Тарайдера, которые живут в Морланде, что я уже даже своими мыслями вся в море живу. Как будто бы... Хотя нет, и у меня... Мое постоянное место проживания это фирма Стива. Так, ну... У меня немножечко беспорядок, потому что всякие переодевания, преображения. И, кстати, у меня там свободное место было. И новые наши друзья копытные. Они уже стоят и смотрят друг на друга. Привет! Господи, 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 господи. Ну, как бы, тут просто еще, как бы, плюс, бонус к счастью. Потому что я давно хотела светло-серого сланца. И я когда-то думала, что я куплю вот этого Кнаба. Потому что когда он появился в виде NPC в цирке, я его очень сильно захотела. Так, давай начнем с тебя. Сделаем уход. Ты какой классный. Глазки такие еще желтенькие, по-моему. Ну, ты пританцовываешь. Классная лошадка. Не, будет очень круто, если их обновят. В ближайшие года... Год? В ближайшие года два. Потому что, ну, фриз, по сути-то... Вот они же что сделали? Да, они добавили фриза, как новую породу фризка, лошадь. Но, по сути, мне кажется, они просто обновили, как будто бы, юрвикского фриза. И я, кстати, все-таки никогда не понимала, почему они изначально в игру добавили не фризку, лошадь, которая уже была на тот момент в игре только первого и второго поколения. А тут они добавляют юрвикского фриза третьего поколения. И потом, спустя несколько лет, спустя три года, что ли, они добавляют фриза обычного. Потом, вроде бы, нас ожидает спортивный фриз, но непонятно. Это вот просто из-за того, что светло-серая масть, он спортивный. А будут ли потом туда добавляться масти в эту породу? Не знаю. Не знаю, но очень интересно. И хотелось бы увидеть обновление Кнаба, Фьорданда, Луза, Луза. Кто у нас там еще из первых ранних таких поколений? Ну, Клейд из Дали, честно, вот не трогайте. Мне кажется, он и так очень хороший. Так, да, на кого быстись, на кого быстись. Давай начнем с тебя. О-о-о-о-о, какой ты классный. То есть, он вроде бы вот не... Он же не чисто светло-серый, он же вот, ну, как бы, ну, чубарый. Чубарый же? Так почему-то такой лучезарный, белый, как алмазик. Блестишь на солнышке, как истинный самоцвет. Господи, какой красивый. И мне, кстати, всегда нравились Кнабы. Хотя у меня он один до этого был, а слило мы не можем. Не можем. Мы на тебя только можем вот это вот относительно. Полустарая, скажем так, надевать новые уздечки мы тоже носить не можем. Ой, вообще, куда все делись мои седла с уздечками? Надо, надо, надо будет поискать. Может быть, где-то вот здесь. Ну, давайте вот возьмем относительно старую амуницию. Какой-нибудь Вольтрапик. Какой-нибудь. А какой бы взять? Я не знаю, какой здесь. Давайте вот от дня рождения. Шестилетие ССО. Но какой ты красивый, боже. И, кстати, я только сейчас увидела, что у него черное пятно большое на ножке. Ну, я обратила на него внимание еще в режиме покупки. Но сейчас это... Господи, какой ты классный. Ой, он прям хорошенький такой. Ну, прям симпатяшка. Вот вроде бы, как бы, ну... Он не такой новый. Ну, и не такой старый. Но не менее прекрасный. Да, у него еще вот такая вот цирковая свеча. На пробеле у нас ничего нет. Доп. Алюра на шифте у нас тоже нет. Так что... Подождите. Подождите. А я немножечко не поняла. А-а-а. А, не, подождите. А, учебная рысь просто еще недоступна. Я думала, она недоступна на стареньких породах. Ну, ты классный. Ну, ты симпатичный. Прям вообще очень радуюсь. Этой покупке. А вот Кнавовли нельзя ли будет брать в Средневековье? Надо почитать описание этой породы. Так, и... Сейчас мы еще посмотрим следующую нашу лошадку. Эту вот Ислан... Исландскую. С ее тельтам, которые пока что нам недоступен. И какое же ты классное! Господи! Так. У меня аж голос сел. Мы эту девчулю сейчас посмотрим. И потом нужно будет с ней попрощаться. Но ненадолго. Буквально на три месяца. Потому что качать я ее буду явно зимой. То есть, именно зимой я на нее засяду. Залезу. И все. И мы прям поедем далеко. Долго и счастливо. Так, как выпутать на тебя амуницию. Вот такую вот. На нее, благо, можно надевать уже новую амуницию. Вестковые седла, новые вездички. Какая ты хорошая! Господи! Ватруша у тебя есть теперь подружка. Ватрушка. Весенняя ватрушка. Снежная душка. Обе хорошие подружки. Прям стишочек может быть. О, какие вы классные! Ватруш, подними, пожалуйста, голову. Спасибо. Я успею. Во! 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 О, какой кадр! Какой кадр! Господи! Слишком много исландцев в кадре. Больше одного. Классные! Боже мой! Боже мой! Прямо я не могу. У меня сердечко аж это. Оно подергивается. Перейду за милоты в этом видосике. Все. Я давно не покупала вот так вот двух лошадей разных пород на ярмарке по скидке. Я не помню, кого я покупала в прошлом году. А не Морганов Лили. Надо будет пересмотреть и вспомнить. А может быть и нет. Так что, ребята, я очень рада такой покупке. Я успела в последний день утром перед одной. Я надеюсь, что вы тоже купили всех тех лошадок, которых хотели, на которых хватило СК. Так что, да, буду потихоньку качать Кнаба. Ну, а снежную душечку вы увидите уже в зимних выпусках через каких-то там три месяца, как только на Юрвике выпадет снег. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Иди, господи, какие они классные. Я не могу. До встречи в следующем году. До встречи в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...